Субтитры делал DimaTorzok Что чем меньше мой пеймент, тем лучше оценка моего кредит-скор Так? Так Прекрасно И теперь получается, какая же ситуация идеальная Когда вот этот пеймент ноль Что значит ноль? Значит у меня нет долга А дальше система начинает меня награждать Вот у вас месяц недолго, два месяца недолго, три месяца И у вас кредит-скор как ракета начинает наверх улетать Поэтому самый простой способ агрессивно поднять себе кредит-скор Перейти на дебет-карту На дебет-карту? Ну, перейдите на кеш, на чек, whatever Главное, что вы перестанете пользоваться кредитом Хорошо Если у нас по кредитной карточке ноль, пеймент То мы ей не пользуемся Естественно, там нет баланса, там нет долга Если мы не пользуемся карточком, это относится к тем самым мифам, о котором мы говорили в прошлый раз О том, что их закрывают? О том, что их закрывают, о том, что у нас кредитная история ухудшается Скоро падает, скажу еще раз Значит, давайте начнем сначала Что, где там яйца, где курица Так вот, вам закроют кредитную карточку Только в том случае, если упадет ваш кредит-скор Ну, понятно Ну, 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 давайте проследим Эта сложная, так сказать, логическая связь Когда у меня упадет кредит-скор А если я не пользуюсь кредит-карточкой, у меня кредит скоро растет Вы понимаете? А когда он у меня растет, я даже не попадаю в зону риска Где будут меня вылавливать из этой массы, из этого стога Эту иголку с моим номером Поэтому вероятность того, что закроют мою карту после того, как я ей не пользуюсь Практически нулевая Вопрос другой Что банки беспокоятся о том, что никто не ожидает, что люди аккуратные Поэтому карточка может быть потеряна И поэтому в каждый банк имеет свой там red flag Допустим, год человек не пользуется, они пошлют письмо, напоминание Вот, но чтобы этого не делать Я моим клиентам, я уже много раз говорил на радио Раз в 6 месяцев попользуйтесь карточкой, получите билл Дозеф, у меня к вам вопрос такой Сегодня кредитные карточки, точнее банки Открывая нам кредитную линию, давая нам кредитные карточки Дают нам, так сказать, поощрение за то, что мы открываем карточки Они нам платят за пользование этой карточки Кто-то 1%, кто-то 1,5%, некоторые даже 5% платят на определенные места Очень активно люди используют мили Понимаете, мы уже много путешествуем С этой точки зрения, да, почему нет Я же не говорю о том, что карточкой не надо пользоваться Я говорю о том, что если перед человеком стоит задача пользоваться карточками И формировать файка, это два разных направления Я прошу прощения, я подведу итог в этом плане То есть, опять же, не знаю, как, скажем, люди, те, которые живут за пределами Соединенных Штатов Правила одинаковые Одинаковые правила То есть, если мы себе создали кредитную историю Если мы создали себе кредитный score Файка, это тот самый кредитная оценка Который 740, 760, это по-английски Абревеяшин такое То тогда, когда мы все это дело создали И у нас все в порядке в этом плане Тогда мы можем пользоваться теми карточками Которые нам дают за это мили Которые дают нам за эти какие-то поинты Именно Именно, Миша Тут такая ситуация, понимаете Это называется, как бы, начальный капитал Сначала надо раскрутить себе кредитную историю до такого уровня Чтобы у вас все двери были открыты Понимаете? А дальше уже это ваш выбор Ну вот, например, буквально вчера я открыл карточку Очередную карточку на 30 тысяч долларов Одному из моих клиентов Так вот, поскольку он уже достиг такого уровня Мы, наверное, минут 5 или 7 Выбирали ту карточку Которая нужна ему по его целям Допустим, он говорит, у него заканчиваются там мили И мне нужно мили И вот мы выбрали там определенный там City Bank, American Airline И выбрали эту карточку И там он только за открытие получил 40 тысяч миль Вот, он будет ей пользоваться Я не говорю, что им не надо пользоваться Но если вы пользуетесь В то же время ваш кредит средненький То расти он будет вот в темпе там 2% в год Если же вы хотите какое-то время Агрессивно его поднять на этот уровень А потом пользоваться Нам некуда деваться Но у нас должно быть там полгода тишины То есть полгода Наш баланс должен быть ноль Дорогие друзья Я хочу обратить ваше внимание Это я сейчас обращаюсь к тем, которые смотрят нас На территории, скажем, постсоветского пространства Как сказал Джозеф В общем-то правила для всех одинаковые Банки для всех одинаковые Как вы заметили Наконец-то Уже достаточно давно Скажем Территории вот этого постсоветского пространства Переходят на международную Скажем Систему Банковскую систему Не только банковскую Вообще всех понятий И в том числе банковскую систему То есть не знаю Я и вряд ли, наверное, вы знаете О том, что какова существует Скажем Тот самый аналог этого Файка Допустим в России Но я вас уверяю О том, что она существует И то, что если вы захотите Воспользоваться советом Джозефа Розенберг Если вы хотите обратиться к нам Пожалуйста, у вас есть такая информация На экранах ваших мониторов Когда вы будете смотреть нашу программу Вы будете видеть e-mail И вы будете видеть номер телефона Если вам сложно позвонить Соединенные Штаты, допустим И мы можете обратиться по e-mail И тогда Я полагаю Так это не составит большого труда И тогда наверняка Вдруг запляшут облака И все будут счастливы Да, песня из другой оперы Как говорится Но, тем не менее Джозеф сможет проанализировать Вашу конкретную ситуацию Поскольку это уже было В других странах В Израиле, в частности И, в общем-то, вопрос решался Вопрос даже не том Я проанализирую Я вам просто даю подсказку Которая позволит вам Без всяких лишних затрат Без всякой головной боли Резко поднять ваши кондиции Перед лицом банка Понимаете? Потому что все разговоры о том Что надо там Какое-то делать улучшение И кому-то за это платить Какие-то бешеные деньги В этом нет необходимости Понятно Хорошо Большое спасибо Дорогие друзья С вами был Центр Сангейтс Майкл Мелехов Джозеф Розенберг И заглянувший на огонек Да Финансист, экономист И человек, который Улучшает и кредитную историю И работает с семейным бюджетом Что сегодня очень и очень важно Планируется, всегда важно Спасибо большое Спасибо за внимание Всего доброго Всего доброго До новых встреч До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин